Программа приборной безопасности, конкретных программ, как чем пользоваться, чего делать нельзя, чтобы не оставить дыры безопасности. Какие есть дыры безопасности? А, 4. Дальше, если пользоваться гибернадцией. Если пользоваться, ну, в спиртной программе, если уход в сон, гибернадцией, это опасно. Потому что, когда данные записываются на диске, полную копию, расшифрованную данную. Ни в коем случае нельзя историю, чтобы не запоминал пароль. Да, запоминание пароля по умолчению может быть опасным, согласен. И запоминание историко умолчения, какие файлы у нас могут быть, что можно содержать. Также, при удалении некоторых данных, при правильном быстром реагировании, можно их вытащить из компьютера. Если мы используем не крипто, а самый простейший Microsoft Word, у него есть функция защиты, шахрования, установки пароля на файл. Какие моменты могут оказаться опасными? Умышленник попал в папку, не прочитал название. И чтобы при попытке, только при попытке скачивания запрашивался пароль. Ну, это нужно в блоке архивы говорить. Чтобы не было известной информации внутри зашифрованного объема. Хорошо. А вот именно обычные, я думаю, что все много раз готовили документы обычные. Ничего не меняется, если надеюсь, ставим. С этим я читал проехал. Без разницы. И вообще, если мы используем практически любой программный пакет. Не Microsoft, а любой другой. Как работают все эти пакеты? Что они создают на есть во время работы? Комплинат. Стоит рабочую копию данную. Рабочую копию данных, которая вкранится в систему патологии, назначенную для временных данных. Как правило, это либо C пользователя. Либо это будет C. И так далее. Смотреть-то можно на столице установить времени. Когда вы работаете практически с любой преподной программой, у нас создают на диск временные рабочие файлы, где содержатся и текущие рабочие информации. Очень часто эти файлы содержат значимую с точки зрения безопасности информацию, но они никак не защищены. То есть, если теоретически считается, что по завершению работы с документом, программа за собой все зачищает. Практически, если вы зайдете в эти каталоги, вы увидите там совершенно немереные списки файлов, принадлежащие разным преподным программам, в общем-то, любой давности, могут быть годичные давности. И, в общем-то, смотри, не хочу. Что можно с этим сделать? Можно, например, вручную периодически эти каталоги защищать. На самом деле, если вы это делаете раз, два, три дня, это достаточно. Я уж не говорю о том, что вычистить иногда гигабайты мусора и тысячи и тысячи файлов просто полезно с точки зрения быстродействия системы. Будут лучшие набережки. Что еще могу сделать, если вы очень сильно отработаетесь, проблемами с безопасностью? Что еще делать, когда мы вовремя работаем? Ну, скажем... Вот оперативной памяти оставляет след. Ну, оперативной памяти не упал подкачкой, естественно. Ну, это мы уже смотрели, подкачки не граняемся. Мы разводим у вас, скажем, брандер, например, на примере, чтобы вылупать. Что он делает во время работы? Кашки. Путин. Правильно. Он хранит, как и любой другой продукт, огромное количество временной информации, служащей для ускорения и упрощения доступа на рынок. Где он их хранит? Варианты есть? Возможно, где он скажет настройки, по умолчанию где нет. Еще раз. Ну, там настройки, допустим, есть, где его хранить все это дело. Ну, не все версии, проузеры, такая настройка есть, но по умолчанию они все равно загоняют в каталог пользователей, только не в темп, скажем, application data и так далее. В чем проблема? Такого способа хранения. Если у вас компьютер защищен, пароль, хотя бы пользоваться, хотя бы пользоваться, то просто так туда не войти. Но, опять же, если короткие пароли до 14,7, вот это можно сделать относительно несложно. Если же у вас пользователь без пароля, для простой картины, соединим диск к любому другому компьютеру, может быть, доступ ко всем сохраненным паролям, посмотреть, а куда, собственно, человек ходит, о чем он интересует и так далее. Это не очень удобно. Особенно это неудобно, если вы пользуетесь браузером на чужом компьютере, скажем, интернет-карту. Понятно, что... Есть режим анонимного доступа. Он, наверное, все равно сохраняет, да? Ну, все равно сохраняет временно, и если сразу за вами посмотреть, подать в создание временных файлов, уже можно понять, какую сессию мы рассматривали. А зачем вот, когда вы хочешь, что аккаунт ВКонтакте, по-моему, на галочку поставить с чужого компьютера? Это не относится к этому? Это относится именно к этому. Теоретически считается, что в этом режиме пароль не будет сохранен на диске компьютера. Считается, да? Он может попасть в файл подкачки, он может попасть в файл гибернации, от этого никто не застрахован. То есть лучше нажимать, да? Лучше нажимать, если уходит с чужого компьютера, по крайней мере, он не будет явным образом сохранен в средственной браузере. Точно то же самое, если электрон не больше, если вы не другие в соцсети. Как, в принципе, можно с этим бороться? Какие могут быть варианты? Регулярно чистить. Регулярно чистить хорошо, но если вы пользуетесь разным компьютером. У меня, например, под руками штук 10 компьютеров в течение недели бывает, на которых я сижу и работаю. Они всегда одинаковые? Ну, по большей части. Компьютеры в разных отраслях, дома у меня несколько. Бега для каждого компьютера чистить? Написать программку, она будет сама чистить. Все. Это, конечно, интересный вариант. Только узких мест в разных программ, которые меня пользуются, очень много. Получается, довольно развитая программа. Ну, вот будет. Когда эта программа, можно будет ее прознать кому-нибудь еще. Я меняю версию, мне нужно отследить, куда она закидывает. Такие программы-чисточники есть, но они не оперативны. Ну, не обновлять браузер. Ну, это не самый хороший вариант, потому что, во-первых, дыры, а во-вторых, прибавляется новая возможность я буду сидеть на браузере пятилетней давности, я просто не вижу ничего. Ну, это... Это мы на самом деле в руке. Не запоминать пароль, по-своему, не запоминать на браузере пароль. Ну, это можно, но историю все равно будет писать. С это... Ну, так можно... Когда пользуешь браузером, а с темно-носитель сохраняется просто. Нет. На самом деле, существуют портативные версии приложений. Суть идеи в чем. Если обычное Windows-приложение раскидывает свои запчасти по всему диску в 100 мест, пользуется системными библиотеками, нужно, чтобы это лежало там, это здесь, то портативные версии приложений, как правило, отходятся своим каталогом. Называется, все свое ношу с собой. То есть, если мы не делаем... Ну, я настройку HotFox, допустим, сказать, что все свое ношу с собой. Это не так просто, на самом деле, потому что он пользуется системными библиотеками, виндусовскими, по умолчанию. Пользуется системными переменами и так далее. И так далее. в процессе изготовления фрикативного приложения и заручного включается в свое переназначение всего-всего-всего-всего внутрь рабочего каталога. Какие в этом у нас есть плюсы? Причем унес. С точки зрения безопасности все здесь. Вместе с сохраненными паролями, вместе с историей изменений, вместе со всем-всем-всем. Мало того, все это еще лежит крипт-контейнер. То есть я закончил вся сработу, закрыл постативное приложение, размонтирую крипт-контейнер, сундул флешку в форму, ушел. Все. Какие в этом могут быть? И при потере вы теряете тогда то, что новое вы сделали. Он скрыт картинки. Ну, при потере флешки. У вас же нет там. Я могла оскользоваться чем, чтобы это дело не потерять? Второй флешок такой, в самом деле. Нет. Когда мы обсуждали резервное копирование... Вы можете на том компьютере, на котором были, оставить этот бокс? Ну, блин, а. А еще что мы обсуждали? Я мотаюсь между городами постоянно. А? Я мотаюсь постоянно между городами. Сетила. Облачный сервис. Облачный сервис. Я беру крипт-контейнер, который мне не надо, или просто запарольный архив для простатых картинок. Выкладываю облока. Если в любой точке я выбыл к себе быстрее. Какой стоит? На землю. На землю. Ну, с точку, где я нахожусь, из-за облака. Вот. Ну, чтобы его распаковать, нужно иметь установленное приложение. А вот, а вот, дистрибутив приложений... Можно тоже рядом положить, да? А вот я могу таскать на флешку. Если его нет, я могу скачать с любой точки, находясь на токаре. Логично? Ну да. Ну, если его можно достать из облака, тогда, наверное, точно сможете скачать. Хорошо, Вер. Аббиран, просто... Вот облачный сервейский. Так как мы туда, допустим, закачиваем данные, значит, где-то хранятся, значит, кто-то может получить должку. Ну, если там за пароль... Мы закачиваем их туда только в шифрованном виде. Если мы не хотим, конечно, с кем-то делиться, то закачиваются данные в облака исключительно в шифрованном виде. Ну, если они несут какую-то определенную ценность. Ну, предположим, что мы туда всякую ерунду не закачиваем. Ну, да. Смыслно. Разумеется, если данные находятся вне нашего физического контроля, вот тут мы знаем, кто в данный момент трубует их ручками. Ну, пускай они ломают дубки. Существуют протоколные версии практически всех нужных приложений. Более того, это бывает удобно, когда вам не только в интернет нужно поработать, а просто поработать на произвольно взятом компьютере, и вы не знаете, установлено ли там нужное вам приложение. Вы находите протоколную версию скажем того же тоже есть протоколные версии. Точно так же спускаются флешки, точно так же работают и все делают. Естественно, если вы работаете на Microsoft, вы должны озаботиться о лицензионной версии. У вас должна быть лицензия на обычную версию, когда проблема... Если у вас нет лицензии, то лучше восстановиться аналогами. в OpenOffice точно. Но OpenOffice сейчас что-то застрял на зрите, отмечалась вот такая ветка, она развивается дальше. Если у OpenOffice застряли на версии 3 и там чего-то, то LibreOffice шел до 4. А LibreOffice тоже бесплатно? Да. Это отпочковавшийся OpenOffice ветка развития, лицензионно более чистая, то есть здесь нашли какие-то алгоритмы, защищенные коммерческими патентами, поэтому развитие стало проблематичнее. В настоящий момент пока в LibreOffice таких подводных камней не нашли. Они за счет чего бесплатно? То есть для компаний, если их используют компания в Америке с целью платить? Фокус в чем у всех пакетах? Скачать и пользоваться вы можете им без клада. Достаточно ли этого? Мне да. Замечательно. А если у вас большая компания, десятки тысяч сотрудников, у вас возникает вопрос к использованию этого пакета. Вы сэкономили, вы не купили лицензии на Microsoft Office, вы поставили LibreOffice, пользователи быстренько обучили, он хороший, удобный, а вот пришел он свеженький сделан вашим партнером документ Microsoft Office и у вас на экране прокадава ваши действия. Ну, одного ремня к тому не завестилось. Позвонить туда в воздействии в воздействии. Ну да, господи. Ну да, господи. Ну, и что вы им скажете? Какого фига? Боже, предложение наружной шипе. Ну, вот наружу. Спасибо, мы исправим будущую версию. А в моей версии? А с канулу перепугу. Ну, ждать, пока они исправят. Вот, зарабатывают они деньги на то, что они берут деньги на поддержку. Если у вас возникает проблема, вы можете ждать следующей версии. Вы можете купить оплаченную годовую поддержку. Ваши проблемы будут решаться в первоочередном порядке. Они, собственно, зарабатывают. Поддержка. Да, то есть проблемы может быть, может не быть, но все равно оплатили надо вперед их участие в ваших проблемах. Вы дорожите в позиции? Как правило, нет. Но на самом деле экономия не так велика, как кажется. То есть если вы готовы маленькую компанию взять на себя поддержку, решить проблему самостоятельно, вы сэкономите, конечно, здорово. Если вы хотите купить официальную поддержку, вдвое вы можете быть сэкономить. Понятно. Пользуйтесь, пожалуйста, но проблему заслышу. А как? То есть если вы заплатили, то они и говорим, что у нас такая табр-кадабра, да? это зависит. Номер контракта поддерживает такой, да? Они там говорят сейчас быстренько сделают, там смотрят, ошибка такая, там как бы исправляют и сразу типа отправляют или как? это зависит от сложности ошибки. Если они могут подсказать по телефону, сделайте вот таким образом, сделают так. Если нужно переписывать что-то, то они максимально краткие сроки изготавливают патч, его либо вам проведут напрямую, либо вкладывают в текущее обновление системы. обновляются все офисы, 4.1, 0.0, точка чего-нибудь, меняется минорная версия, тогда выказывается ваше полезное обновление. То, чего так это.